Трагичное продолжение получила ссора двоих водителей после ДТП. Пытаясь выяснить, кто прав, кто виноват, молодые люди пустили в ход кулаки. К драке подключились очевидцы и разнять их удалось только инспекторам. Конфликт мог быть на этом исчерпан, если бы в него позже не вмешались родители. Проститься с Александром Рыбальченко пришли едва ли не все местные жители. То, что случилось в небольшом поселке, никого не оставило равнодушным. Новость о жестоком убийстве в одночасье разлетелась по округе. Перед тем, как расправиться с мужчиной, его долго пытали. Весь иссеченный, весь в шрамах, все переломлено. Челюсть переломлен, нос переломлен, все на свете попереломлено. И кадык. И кадык еще и удавлен. Он же еще и удавлен. И спустили в дон на воду. Но это для какой потехи, я вообще не могу понять. Подозреваемого в убийстве задержали в тот же день. Сосед Михаил Муратов во всем признался. При этом заявил, что лично к погибшему претензий не было. Скорее к сыну. Просто в тот момент Артем не оказался дома. И расплачиваться за его ошибки пришлось отцу. Как выяснилось, за день до этого молодой человек попал в аварию, которая закончилась поножовщиной. Причем не между участниками ДТП, а водителем и очевидцами. Там просто царапина той. Ну, говорят, он с той машиной договорился, ну, с водителем. Ну, там тоже царапина. Говорят, да ничего страшного. Эти вообще были не при делах. Они стояли в стороне, услыхали. Ну, а тот с Украины. Ну, решили, короче, погонять, как зайца видно. По словам Валентины Рыбальченко, молодые люди потребовали от Артема на месте оплатить расходы на ремонт. Ему пришлось обороняться. В результате потасовки трое оказались в больнице, в том числе и младший сын Михаила Муратова. Он рассказал о случившемся родственникам, и те решили разобраться с виновником по-своему. Приехали к нему домой и напали на первого, кто открыл дверь. Это был отец. Мужчину ударили по голове, погрузили в машину и вывезли на окраину поселка. Больше часа избивали, издевались, а затем выбросили тело в реку. Когда его обнаружили, близкие с трудом смогли опознать Александра по татуировкам. Сычки вышли на подозреваемого. Тогда и выяснилось, что Вендетту поддерживает вся его семья. Он порезал их всех, как собак нерезаные. Они падали, как снопы. У моего сына три ножевых ранения. Мальчик один в Липецке лежит, в реанимации уже перевели. Третий мальчик рядом с ним лежит. На время следства Михаила Муратова оставили под стражей. За решеткой может оказаться и его родственник. Помогавший скрыть убийство. Кроме того, судья выдал санкции на арест сына погибшего. Артема Рыбальченко, который во время драки достал нож, обвиняют по статье «Превышение пределов необходимой обороны». Павел Сидельников, Екатерин Дубовик, Данил Каратун, Лаша Чуткирашвили и Дмитрий Сальников. Телекомпания НТВ, Липецкая область.